Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я рад приветствовать в нашей виртуальной студии замечательного Равина и прекрасного музыканта и певца, автора песен Кинхаса Цинмана. Шолом аллехом вам! Шолом аллехом! Всем добрый день и добрый вечер! К тому же вы сегодня представляете новую песню, которую вы написали уже на Святой Земле. И представляя вас, я хочу сказать, что многие наши друзья знают вас как Равина, который уже достаточно много лет преподавал Тору еврейским детям в Киеве. И вы пережили все то, что пережила и киевская и еврейская община, и киевляне в целом. И в данный момент вы как птица, если можно так сказать, которая взлетела в Киеве. И мы с вами проводили программы в тот момент, когда Киев уже был под каким-то обстрелом, по-моему. Вы двигались, выбежали. И вот ваш этот путь привел вас в Иерусалим. И здесь, в Иерусалиме, вы написали новую песню. О чем она? На самом деле я песню начал писать по дороге в Эр-Цесраиль, по дороге в Израиль. Это буквально был второй день, как мы только выехали из Украины. И обычно я не рассказываю историю написания песни, по-разному мне пишется. То есть я просто проснулся ночью. Это был второй, как бы на самом деле даже еще не пришел в себя и не выспался. И во сне было, что-то приснилось мне, что где-то пою, что-то играю. Я быстренько записал мелодию на диктофон, напел ее. И были несколько идеи, несколько строчек. Понятно, что я потом их доработал, дописал. Я даже после этого много раз думал о том, как эта песня родилась. И очевидно, что это пришло сверху. Просто мне во сне пришла эта аллегория, что как некая птица, которая пришлось, ее выгнали от своего гнезда, еще ее подбили. И она летит до какой-то ближайшей границы. Не то, что она убегает. Ей нужно восстановиться. Ей нужно просто добраться до какого-то места, где она может переждать. Она должна восстановиться. И дальше она пойдет защищать свое гнездо. Она будет всячески, не обязательно физически делать в нашем случае. Это аллегория. Я пишу песни, я рассказываю людям о том, что происходило, то, что мы пережили. И многие другие люди намного больше пережили. Я согласен. У каждого есть свой личный опыт. И этот личный опыт, он отличается, совершенно отличается от других людей. И каждый может поделиться и чем-то дополнить. И главное, на самом деле, просто освещать некие события, особенно с неким посылом, что же каждый человек может делать в этой ситуации, даже не находясь там, где-то на месте. По крайней мере, говорить об этом, распространять какую-то правду или поддерживать морально людей, которые находились там, либо те, которые выехали так же, как и мы. И многие люди мне отписывались и говорили, что мы прожили снова те моменты, которые с нами происходили месяц, два месяца назад. Поэтому это была песня для некой, это некий был просто крик души, который рвался наружу, просто показать на самом деле отношения, чтобы те, кто люди, которые очень холодно относятся ко всему, что происходит, или которые имеют некую точку зрения, основанную на том, что они читают в интернете или смотрят по телевизору, я им доношу ту точку зрения, которую я нигде так куда-то взял, я это принес вместе с собой. Ну и как мы с вами знаем, музыка навляет на эмоции, и она доходит, то, что выходит, как говорит иудаизм, и не только, я думаю, иудаизм, иудаизм просто себе концентрирует основные центральные идеи, то, что выходит из сердца, то входит в сердце. То есть то, что находилось у меня в душе, то, что я видел, то, что я чувствовал, я попытался передать именно в этой песне. В поддержку этой вашей песни, это очень важная песня, и прежде всего потому, что вне зависимости от политических, исторических взглядов, которые демонстрируют разные люди, или на тему того, что вот украинцы убийцы евреев, или украинцы поддерживали фашистов, забывая о тысячах украинцев, которые спасали евреев, и миллионах украинцев, которые воевали с фашизмом, но тем не менее могут быть разные точки зрения, и вне зависимости от каких этих точек зрения, и вне зависимости от политического, так сказать, взгляда на Российскую Федерацию, или на Украину, мне кажется, что любой человек, живущий на планете, должен в первую очередь сострадать тем, которые сегодня переживают катастрофу. Это и миллионы беженцев, которые потеряли свои дома, это люди, которые потеряли своих близких, это те люди, которые потеряли части своего тела, такие тоже есть. Есть люди, которые потеряли покой души, и они страдают, потому что они пережили ужас, и эти ужасы будут сопровождать их всю их жизнь. И вот все это, мне кажется, в вашей песне, и потому первое, вне зависимости от политики, мне кажется, что каждый человек на земле должен сегодня сострадать жертвой. Под колесами грязь Слышен бой, но нас и не напугать Мы успели понять, кого нужно любить, кого пиздирать В небе солнце продолжает сиять Но не греют лучи, я бросаю ключи И так хочется просто кричать Как подбитая птица От своей вереницы Оторвалась и мчится До ближайшей границы Много суток не сбится Не могло ей присниться Когда тратимым гнездом Ночью и днем Подлый ворон кружится Мы продолжили путь Пытаясь понять событий суть В прошлое не вернусь И давлю я на газ Прогоняя грудь Рвет мотор, но и пусть Нужно много движений, чтоб не утонуть Пыльный ветер в лицо Замыкаем кольцо С теми, кто защищает дом От подлецов Как подбитая птица От своей вереницы Оторвалась и мчится До ближайшей границы Много суток не сбится Не могло ей присниться Когда тратимым гнездом Ночью и днем Подлый ворон кружится Как над тратимым гнездом Ночью и днем Ночью и днем Подлый ворон кружится Как подбитая птица От своей вереницы Оторвалась и мчится Оторвалась и мчится До ближайшей границы Много суток не сбится Не могло ей присниться Как над тратимым гнездом Ночью и днем Подлый ворон кружится И затихнут сирены Успокоятся нервы Вот растает весь лед И Машиях придет Еще раз хочу благодарить вас За потрясающую песню Я попрошу вас прокомментировать Слова, которые опубликовал В социальных сетях Один из моих виртуальных друзей С которым я лично не знаком Но время от времени переписываюсь Он издает еврейскую газету По-моему, если не ошибаюсь Еврейские новости Зовут его Михаил Гольд На глазах 16-летней дочери Погибло 8 человек Рассказывает репатрианка Из Мариуполя Она чудом уцелела Знакомый мальчик задержал На минуту в подъезде поговорить И в этот момент прилетела Ее контузило Но она жива, слава Богу А потом на ее глазах Сосед закапывал своего сынишку С оторванной ручкой во дворе Она ведь шла играть с этим Темой Четыре года ему было Мы уже несколько недель в Израиле Аня здесь в школу пошла Один пацан принес в класс Надувной шарик Лопнуть хотел над ухом товарища Услышав хлопок Она закричала Другой мальчик из Мариуполя Они вместе в Ульпан ходят И закричал Но оба упали на пол Вот это такой вот коротенький рассказ Который меня ошеломил настолько Что я отреагировал на него Я написал, что вот человек, который вот это вот слышит От живых свидетелей вот этих ужасов, событий И не содрогается и не сострадает Я не знаю И поэтому я написал, может быть, вещь, которую вы не согласитесь со мной Пожалуйста, не соглашайтесь Поправьте меня Может быть, я был эмоционален Может быть, я реагировал слишком остро Я сказал так Все те, кто поддерживают эту агрессию и бомбежки мирного населения Они преступники То есть те, кто отдают приказы преступные И те, кто эти приказы выполняют Они преступники Те же, кто молчаливо соглашаются Они соучастники преступления Я понимаю, что такие большинство И люди, обыватели Люди не писали в ответ и говорили Ну, у людей чувство самосохранения Говорю, естественно Но так и фашистские преступники отвечали Мы только выполняли приказ У нас тоже было чувство самосохранения И поэтому, для того, чтобы подчеркнуть Когда я говорю, что те, кто молчат сегодня Они соучастники Я не имею в виду, что их нужно наказывать Я говорю, что они несут моральную ответственность За то, что происходит от их имени Я понимаю, что у них, может быть, нет никакого выхода Но, тем не менее, многие люди, даже в России Люди искусства В частности, музыканты Многие другие находят Выразить каким-то образом Свои несогласия Поправьте меня, если я не прав Не о чем спорить Однозначно Отношение у каждого человека должно быть К этой ситуации Мы просто знаем, что Мы не можем судить людей Пока не окажемся на их месте В этом есть тоже большая суть Потому что Я просто знаю У меня родители живут сейчас в Беларуси Многие друзья живут в Беларуси И когда обвиняли тоже Почему они не выходят и не протестуют против войны Ну Там просто очевидно было, что человек выходит на улицу Его могут просто сразу забрать И это не то, что это было некое опасение Это было очень очевидно Были случаи, когда Я знаю конкретно Даже человека соблюдающего Который вышел в майке С надписью определенной С каким-то, не то же призывом Но это была некая его позиция Вот Он не шел ни на какой пикет Он шел по улице Но все равно его посадили на Шесть суток, по-моему Как за одиночный пикет Это я говорю про Беларусь Поэтому я прекрасно понимаю Тут не то, что самосохранение В этом плане человек просто выйдет Ну и Что он будет там делать Он что-то сможет сделать Его посадят А его семья останется дома без него На это время Он заплатит штраф И никакого плюса не будет Но зато он Не промолчал Поэтому здесь сложно Очень тонкая грань Знаете, Пинкерс Я хочу упомянуть Одному домену Вот, например, я видел Какие-то телевизионные репортажи Еще до того, когда дождь закрыли И там журналисты спрашивают Человека, который выходит И у которого дети И он спрашивает Зачем вы выходите Вы же понимаете То, что вот вы сейчас сказали Что вас арестуют И бросат тюрьму Или забьют А он говорил А что я своим детям скажу Я просто не могу молчать То есть бывают ситуации В которых, с одной стороны Кто-то не может молчать Я понимаю, что кто-то Не может выйти Но, тем не менее Мы, которые не выходим Я ведь тоже жил в Советском Союзе Я ведь тоже не выходил Я понимаю, что такое жить в статалитарной стране Но, в конце концов Ведь и в фашистской Германии Было же большинство немцев Которые, может быть Не были активными Гестаповцами Или убийцами Были среди них, конечно Те, которые поддерживали фюрера А может быть Были просто вот Обыватели Которые хотели бы Победы Германии Чтобы все было хорошо Когда на них Начали падать потом бомбы То трудно, наверное, было сказать Что бомбы падают на ни в чем Не повинных граждан фашистской Германии То есть какая-то моральная ответственность Лежит на обществе Которое позволяет Вот такому тирану Творить такого преступления Я говорю о фашистской Германии Переносится ли это автоматом На современную Россию Или нет Это уже дело каждого В любом случае Я хочу вас поблагодарить За вашу позицию И попросить тогда Сделать, так сказать Несколько слов Предисловия к вашей песне Которую вы записали В Киеве При этом пели ее На белорусском языке И мы ее никогда Еще не слушали Что это за песня? В какой-то момент Просто в Киеве Я взял знакомого Мы пошли с айфоном Он меня снял В районе, который называется Воздвиженка Это рядышком с Подолом Там, где мы жили Очень красивый район Вы знаете, я часто замечаю После того, как уже Песня была написана И происходят некие события Лично в жизни Например, у меня Или вокруг меня Я замечаю, что некий посыл В этой песне Как будто бы я ее написал Специально к этим событиям Хотя я тогда Не намеревался вообще Песня была написана Еще за несколько лет До того, как мы Сняли это видео Но на самом деле Как раз Песня с каких слов Начинается Притом я только что Об этом подумал Честно Вот Она начинается Добро, добро, добро Да помогчи тем, кто в беде Очень хорошо Помогать тому, кто находится сейчас в беде Даже с этих слов Уже можно понять, что Человек не может быть пассивным Добро, добро, добро Да помогчи тем, кто в беде Добро, добро, добро Поделиться с кем стим своим счастьем Добро, добро, добро Знайсти у сердца Богу мясо И тогда На боков Будем Добро Людям Всем на рождем Добро, добро Добро Ла-ла-лай-лай-лай Yeah Добро Добро Светло, светло, светло Взробишь своей усмешкой лето И тады стали светлой У каждую утку У вся планета И нести людям светло Ты поспробуй Сробить свои метлы Ну и что Что не напишут Об этим Жест anti maps И газетах Свет Цвет Светло Ла-алай-лама Йоу Цвет Свет Свет offend Ла-лай-лай-лай-лай-лай-лайво Я бою свет, свет светлым, Я бою свет, свет светлым. Рада, рада, радостно Отжувается весна. И на вокал бачу я, Як твары у людей светятся. Треба, треба, треба Разом крочить нас, Катла. Как палщуль и тут, и там Уси нам было радостно. Ра, ра, радостно Лей-лай-лай-лай-ю Ра, ра, радостно Дыгдам-ву-ю-тэл Ра, ра, радостна Ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Добро, светло, радостна Итак, еще раз хочу подарить вас за замечательную песню «Добро» и смысл, в общем, в том, что будем надеяться, что будет хорошо, да? Думать хорошо и будет хорошо Надеяться на хорошее Говорить хорошее, творить хорошее Добрые дела И я хотел бы просить вас рассказать О следующей песне Которая, по-моему, тоже Мы ее не показывали Расскажите Песня «Цветок», которая вышла уже год назад Я изначально написал Стихотворение про цветок Который символизирует Который вырос в пустыне, на камне И в сложных условиях Но он рос и расцвел И был в своей силе Пока на него не напали собаки Или те животные, которые ходили рядом Они хотели его съесть, уничтожить Но, несмотря на то, что они его побили-побили Потом пришел дождь И они убежали И цветок потихонечку назад восстановился И снова расцвел Вообще, это символ Изначально у меня была идея Это символ еврейского народа В общем, что где бы еврейский народ Не находился на него Есть много нападков Но в конце концов Он все равно потихонечку восстанавливается Возвращается к себе в землю Как, в принципе, мы сейчас наблюдаем Большой приток тоже евреев Из Украины И, кстати, с России Не меньше Поэтому в этой песне можно сказать Что на самом деле Да, она была написана Можно ее применить И описать то состояние Которое сейчас происходит И в Украине По-любому украинам становится Все равно добро, в конце концов Оно побеждает Как бы это ни было Это, знаете, в сказках обычное Добро побеждает А в жизни типа нет Говорят люди Но мы с вами видим Что даже Такие большие эпохи Того же Советского Союза Которого просто недавно Относительно было И когда люди не верили Что вообще это закончится А теперь мы не верим Что это могло не закончиться Как бы Вот те, кто родились уже Или в конце Или после И опять же Зло Это главное И не тоже главное Это идея Которая я всем рассказывал Любят люди обвинять кого-то Нашли плохую сторону Говорят Да тот плохой Тот Не будем называть имена На самом деле Да, это зло Но зло-то питается Зло не имеет своего питания лично Это, кстати, хасидизм И Кабала объясняет Она напрямую Не получает питания От Всевышнего Ну да, все Все от Всевышнего Но Всевышний так сделал Что это зло Получает питание Из добра Которое Если человек Недостаточно делать это добро А у него есть потенциал По-любому Эти силы Эта энергия Значит Она уйдет Не туда И получается Что если мы с вами Добавляем что-то хорошего То мы не даем Возможность Этому злу Получить питание И это зло Теряет силы Вот люди Помогают беженцам Стараются Кто-то там Кто-то шлет Деньги на поддержку страны Кто-то конкретно Встречает беженцев Даже те, которые уехали Из Украины Да, они сейчас вообще не в Украине Они здесь В Израиле В Европе Может быть где-то еще Может в Америке В тот момент Когда ты помогаешь Тому человеку Забудь, что конкретно Украина не Украина Ты ему сейчас помогаешь И когда ты ему помогаешь Ты добавляешь Этого света и добра Которое ослабляет То зло Которое на самом деле Есть Но оно является Результатом Как раз таки Человеческих действий И зачастую Тех людей Которые могут делать добро И не делают Вы сказали прекрасно Мы верим В победу добра Над злом Я хочу обратиться Особенно к людям Которые считают себя Атеистами Вот это и есть Вера в Бога Вот это Именно оно и есть И каждый раз Когда человек говорит Я не верю в Бога Пусть он спросит В глубине души своей Верит ли он в том Что добро побеждает зло И если он В это верит Он на самом деле Глубоко Религиозный человек И потому В значительной степени Это является Основой его Морального поведения Поэтому человек Который провозглашает Свою религиозность А в это не верит Я бы поставил Вопросительный знак Его религиозности На горном массиве Цветок красивый Растет на камне Под небом синим Цветет и пахнет Под небом синим Ему не страшны Ни ветра Ни хамсины Цветок растет В городском массиве Поднялся Где раньше была пустыня Он робкий снаружи Но в корне сильный Сорвать ему Никому не по силам Он рос на холме На горе и в низине Где ползали твари И лаяли псины У клаев привык Но не выдержал псины Его лепестки Свои зубы бонзили На миг Все затихло Тучи сгустились И капли дождя Вдруг на землю пролились Как ангелы С неба Те капли спустились Прогнали собак И лепестки распустились На горном массиве Цветок красивый Растет на камне Под небом синим Цветок растет В городском массиве Поднялся Где раньше была пустыня Он робкий снаружи Но в корне сильный Сорвать его Никому не по силам Никому не по силам Никому не по силам Сорвать его Никому Никому не по силам Мой Иерусалим Мой Иерусалим Птица в конце концов Прилетает всегда в Иерусалим Совершенно верно Точно так же Как иврейский народ В конце концов Обязательно возвращается В Израиль До самого хорошего Иерусалим 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 Нам кажется Время Идет по-другому Проходят годы Мы там вместе Снова Плачет земля Молоком и медом Сохраняя следы Своего народа Сердце стучит Радушная Мыслями о тебе И где-то в глубине На своей земле Среди горы родным Там моя любовь Окруженная Морями и реками Долго жду тебя Когда встречу я Мой Иерусалим В вечной борьбе Темноты и света Где-то на границе Весны и лето Соединяя судьбы Разных людей Даешь надежду Для всей планеты Здесь тысячи рук Поднимаются к небу Просят удачи Мира и хлеба Во всей вселенной Где бы я не был Ты в моем сердце Попасть в тебе не был И сердце стучит Пробужденное Мыслями о тебе И где-то в глубине На своей земле Среди горы родным Там моя любовь Окруженная Я С морями и реками Только жду тебя В каждой встрече я Мой Иерусалим Иерусалим Мой Иерусалим Иерусалим Солнце Солнце Взойдет Освещая Небо Своими Лучами Все те, кто Ушел Явятся Вновь И останутся С нами И город Откроет Свои все секреты Отступи тьма И место Стави Для вечного Света О-о-о-о, ла-ла-ла, и недавний год, ла-ла-ла, юрелири. Сердце стучит, раб уж трогает, мыслями о тебе. И где-то в глубине, на своей земле, среди горы и роддин. Там моя любовь, окруженная морями и реками. На том, где жду тебя, когда встречу я, мой Евросалим. Мой Евросалим, мой Евросалим, мой Евросалим. Всего самого хорошего. Спасибо за такие прекрасные песни, которые буквально как слова, исходящие из сердца, проникающие в сердце. Спасибо огромное. С миром всем. Спокойной вам ночи. Спокойной вам.